Здравствуйте! В эфире телеканала Житсу. Время новостей. В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Вчера, 7 февраля, в селе Масанчи Курдайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. В результате стычки погибло 8 человек. Президент Казахстана Касымжумар Тукаев сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области. Уважаемые казахстанцы, сегодня ночью в ряде населенных пунктов Курдайского района Жамбылской области произошли стычки, драки между местными жителями. Этой ситуацией воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и национальной гвардии. Государственным органам необходимо принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента. Касымжумар Тукаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Курдайском районе под председательством заместителя премьер-министра Пердебека Сапарбаева. Прежде всего, следует выяснить основные причины конфликта. Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера, отметил президент. Правительственная комиссия совместно с Акимом Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших. Всем семьям погибших и раненых нужно оказать необходимую помощь. Сейчас важно успокоить население, добавил Касымжумар Тукаев. К этой работе подключить Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте. Генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Курдайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу. Виновные должны быть строго наказаны. Третье. Комитет национальной безопасности, генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих межнациональные розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию. Уважаемые казахстанцы, мир и общественное согласие являются фундаментом нашего государства. Наш народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах. Мы не допустим, чтобы отдельные граждане и в первую очередь провокаторы наносили ущерб нашему общему достоянию. Уверен, в этом нас поддерживает абсолютное большинство наших соотечественников. Призываю граждан не поддаваться ложным слухам, оказывать содействие органам правопорядка и в обеспечении общественной безопасности. Государственные органы со своей стороны примут все необходимые меры для решения возникших проблем. Просьбы и предложения. В Алматинскую область с рабочей поездкой прибыла министр культуры и спорта Ахтуты Раимкулова. В рамках визита она провела прием граждан. Встреча с населением прошла в стенах областного филиала партии Нур-Отан. Какие вопросы беспокоят жители Жит-Су, расскажет Ануар Амангельдинов. Жит-Су – край с богатой историей. В своё время именно здесь было найдено множество памятников, скульптур и изделий периода Сакской и Тюркской эпох. Чтобы хранить и беречь всё это наследие, необходимо открыть в регионе археологический музей, говорит заведующий историко-краеведческим музеем Карасайского района. В этом вопросе он считает, что нужна прямая поддержка министра. Наличие такого музея хорошо отразилось бы на сфере культуры нашего региона. Ещё я считаю, что необходимо открытие научной лаборатории. Там бы исследователи проводили тщательный анализ каждого найденного экспоната. Данное предложение министр всецело поддержала. В настоящее время этот вопрос находится в разработке. Немало тем затронуто и касательно спорта. Пришедшие высказали ряд предложений, которые, по их мнению, могут помочь развитию этой сферы. У нас в Коксусском районе есть гора Шаган. Там очень прекрасный климат для проведения тренировок. Я бы хотел предложить открыть там спортивную базу. Во многих развитых странах строят комплексы именно в высокогорных местах. Об этом я слышал от французских и английских экспертов. Было бы хорошо и у нас открыть такую тренировочную базу. Брать положительный мировой опыт необходимо. Предложение Абдуалита Станова министр обещала тщательно рассмотреть. Всего прием посетили семь человек. Их вопросы касались повышения заработной платы, получения надбавок, переутверждения прежних званий и многого другого. Все предложения направлены на развитие спорта, культуры. Есть такие предложения личного характера, как, например, было предложение исполнять произведения ушедшего уже композитора. Они все очень реальны, очень актуальны. И на самом деле они обязательно будут решаться. Ануар Амангельдинов, Нуржан Муканов, телеканал ЖИТСУ. Подвести итоги и двинуться вперед. Плодотворный диалог исполнительной власти с жителями Алакольского района прошел в городе Ушарал. Встречу посетил первый заместитель главы Алматинской области Лязат Турлашев. Объем валовой продукции в сельском хозяйстве района превысил 45 миллиардов тенге, из которых на долю животноводства приходится почти 20 миллиардов. Растениеводство больше 25 миллиардов тенге. За истекший год экспортировано около 18 тысяч тонн мяса, свыше 40 тысяч тонн молока, 1000 тонн рыбы, 350 тонн мёда. В 2019 году сельхозпредприятиям было выделено 1 миллиард 600 миллионов тенге субсидий, из которых 750 миллионов тенге на животноводство, 471 миллион тенге инвестиционные субсидии, 151 миллион тенге для сельскохозяйственной техники, 88 миллионов тенге для выращивания и производства сахарной свёклы, 108 миллионов тенге для приобретения и использования гербицидов и минеральных удаблений, а путём кредитного партнёрства Алаколь для весеннеполевых работ и животноводства району была оказана поддержка на сумму 401 миллион тенге. Алибек Жаканбаев подчеркнул удобное географическое расположение Алакольского района и наличие перспективных транспортных коридоров, ведущих на товарные рынки России, Центральной и Юго-Восточной Азии, Китая, что очень важно для коммерческих и стратегических целей. Глава района также отметил непрекращающееся развитие туристической отрасли и благоустройство сёл Акши и Коктума близ озера Алаколь. Сейчас Алаколь, знаете вы, на высоком счету, поэтому на озере Алаколь в этом году планируется, согласно поручению первого президента Республики Казахстан, централизованный водопровод, канализация, а также перекупление. Кроме инфраструктуры сейчас у нас две проблемы. Одна проблема была с мусором, с загрязнением озера. По этому поводу мы, значит, в прошлом году организовали коммунальные предприятия Алаколь-Дазалов, закупили контейнера, поставили туалеты современного типа, а также для безопасности купания населения на берегу озера Алаколь мы в этом году на 10 километров закупили буйки. Обеспечение сёл Акши и Коктума центральным водоснабжением и канализацией на эту первостепенную задачу на 2019-2020 годы из бюджета выделено свыше 2 миллиардов тенге. Также по запросу населения был проведён текущий ремонт системы питьевого водоснабжения в сёлах Жанама, Якпенды и Ушарал на сумму около 34 миллионов тенге. Не осталось без внимания и состояние дорог в Алакольском районе. Дороги являются корнем любой экономики. За последний год были отремонтированы 22 километра местных автомобильных дорог из 580 на сумму 770 миллионов тенге. В 2020 году будет проведён средний ремонт 52-го километра трассы Кабанбай-Коктубе, 20-го километра трассы Кабанбай-Лепсы, 6-ти массов трассы Кабанбай-Коктума, капитальный ремонт двух мостов на участке дороги Танкерес-Кокжар. На выполнение этих работ будет выделен 1 миллиард 375 миллионов тенге. Алакольский район успешно развивается, идёт успешная реализация проектов, строится инфраструктура, растут показатели в сельском хозяйстве, производстве, предпринимательской сфере. При этом в центре внимания всегда остаются проблемы населения. Около 10 человек обратились во время отчётной встречи к Акиму района. Их вопросы касались сфер ЖКХ, обеспечения водоснабжения, получения социальной помощи. Глава района по всем озвученным вопросам дал конкретные поручения руководителям отделов и ведомств. После отчётной встречи Алибек Жаканбаев вместе с Лазатом Турлашевым провели личный приём граждан. Хотелось узнать о перспективах газификации Алакольского района. И если есть такая возможность, то что запланировано в этом году? Я с ЖКХ области разговаривал. Они в этом году её завершат и дадут заявку на республиканский бюджет магистральным. То есть мы должны магистральное подвезти. И параллельно, конечно, там будем проектировать и агрессы, где по дороге не только ЖВАС, там Саркан будет и так далее. Поэтому это на стадии разработки уже ПСД и технико-экономического обоснования. В этом году мы должны закончиться, а в экспертизе и в следующий год, наверное, начнём строительно-монтажную работу. Отчётная встреча показала, что в Алакольском районе аппаратом Акима проводится большая работа во всех социально значимых направлениях. Евгения Присяжная, Мадиба Ибасынов, Телеканал ЖТСУ. Аким Кигенского района отчитался перед местными жителями о работе, проделанной районным Акиматом за минувший год. На отчётном собрании, проходившем в селе Киген, присутствовали ветераны, сельчане, руководители управления ведомств, а также заместитель Акимовой области Серегжан Бескимпиров. 2019 год для кигенцев стал плодотворным. В экономику района было привлечено более 5 миллиардов инвестиций, в основном из сельскохозяйственной сферы. Производство продукции этой отрасли составило более 28 миллиардов тенге. За минувший год было произведено 16 тысяч тонн мяса скота и птицы, 25 тысяч тонн молока. Порядка 360 тонн мяса – экспортный продукт. Мы закупаем бычков на откорм, откармливаем. Это очень большая помощь для местных фермеров. Вся область сдаёт нам своих бычков, мы их откармливаем, забиваем и отправляем на экспорт. У нас есть экспорт на Узбекистан, в Катар, в Бахрейн и в Иран. Объём промышленного производства за прошлый год превысил 9,5 миллиардов тенге. А поскольку район – ещё новая административно-территориальная единица, то и строительство в регионе активное. В селе Киген практически завершён спортивно-оздоровительный комплекс. Также возведено 15 жилых домов, проведён капитальный ремонт учебных заведений. В этом году будет проведён капитальный ремонт средней школы имени Инкрабека Жумогулова на сумму 684 миллиона тенге. Завершается строительство школы села Саты. На замену котельных в школах Аксау, Ахтасты, Каркара предусмотрено 7 миллионов 350 тысяч тенге, а также 79 миллионов на приобретение транспортных средств для перевозки школьников. Население дало удовлетворительную оценку работе Акима за прошедший год. В свою очередь, зам Акима области Серегжан Бескимпиров дал ряд поручений руководству района. Принимаются меры по предотвращению паводок. Необходимо провести подготовительные мероприятия и быть во всеоружии. Кроме того, поручая привести в надлежащий вид медицинские учреждения, необходимо улучшить качество оказания медуслуг населению. После заслушивания отчетного доклада состоялся личный прием граждан. Руководство района и области ответили на волнующие вопросы местных жителей в числе обращений к качеству дорог, нехватка питьевой воды в отдаленных селах и социальные пособия. Все обращения были переданы в соответствующие органы и взяты на контроль руководства области. Более 250 рабочих мест предложили жителям Талдыкургана на первой в этом году городской ярмарке вакансии. Больше всего спрос на медиков, учителей, инженеров и дорожных мастеров. Участие в мероприятии приняли 15 работодателей областного центра. Это как государственные, так и частные учреждения. В течение дня ярмарку посетили около 400 соискателей. Трудоустройство желали как люди с опытом работы, так и те, у кого вовсе оно отсутствует. По словам сотрудников городского центра занятости населения, такого рода мероприятия дают хорошие плоды. Как говорят организаторы, в прошлом году работу в подобных мероприятиях дошли порядка 7 тысяч талдыкурганцев. Цель данного мероприятия – расширение возможностей трудоустройства граждан, находящихся в поиске работы, широкое информирование населения о государственных программах. В течение года мы инициируем 3-4 ярмарки вакансий. Следующее мероприятие состоится примерно в мае. Всего в этом году планируем трудоустроить порядка 5 тысяч человек. Как стать молодым предпринимателем? Что нужно сделать, чтобы получить направление на работу в сельскую местность? Какие возможности дает бизнес-карта 2020? Эти темы стали предметом разговора между представителями областного ресурсного центра и студентами Талдыкурганского гуманитарно-технического колледжа. Во время встречи наиболее активная часть молодежи проявила большой интерес к программе «Жазпроджект». Остальные учащиеся увидели с перспективы профессионального роста в программе с дипломом «Село». Стоит отметить, что нынешняя молодежь стремится как к духовному, так и к профессиональному развитию. А потому государственная поддержка в виде озвученных программ дает стимул девушкам и юношам не только занять полноценное место в социуме, но и переносить пользу стране. С 3 по 7 февраля текущего года сотрудниками центра проводится разъяснительная работа под действием государственных программ среди студентов средних и высших учебных заведений. В планах рабочей группы в апреле продолжить эту же работу в разрезы области. Многие из студентов интересуются, как трудоустроиться по программе с дипломом «Село». К слову, большим спросом среди сельской молодежи пользуется программа «Бизнес-карта-2020». Стоит отметить, что разъяснительная работа нами ведется не один год. Как следствие, к нам обращается большое количество молодежи, желающих реализовать свои планы по озвученным программам. Меня очень заинтересовал проект «Жаз Проджект». Это своего рода старт для занятия большим бизнесом. Ранее я хотел реализовать свой бизнес-проект, однако у меня нет залога для крупного кредитования. Поэтому проект «Жаз Проджект» — это именно то, что поможет мне воплотить мою мечту в жизнь, начав работу с малого. Абай объединяет. Представители разного возраста и разных этнических групп находят для себя в творчестве Абай-овдохновения. Так в Талдыкургане прошел вечер поэзии в рамках 175-летия великого классика казахского народа. 23 ученика общеобразовательных школ областного центра приняли в нем участие. Таким образом, организаторы, представители партии «Нур-Отан» намерены привить молодежи нравственные ценности и пропагандировать культуру. Так по итогам жюри гран-при завоевал с рождин Файзуллаев ученик школы номер 2. Первое место досталось Владиславу Филькину из IT-школы лицея номер 28. Мне очень нравится творчество Абая. У него очень душевные и очень философские произведения. Они близко лежат к душе и ко всему человечеству. И вообще это философ и акын всех времен. Антарктида вслед за остальной планетой побила в четверг температурные рекорды. Сразу на двух аргентинских научно-исследовательских станциях были зафиксированы самые высокие показатели. На Эсперанзо столбик термометра поднялся до отметки 18 градусов тепла, что стало абсолютным результатом за всю историю метеонаблюдения на Южном полюсе, то есть с 1961 года. На другой станции, Марамбия, термометр показал 14 градусов. Это значение является самым высоким для февраля за последние 45 лет. Франция сократила свой ядерный арсенал до 300 боеголовок, но отказывается проводить разоружение в одностороннем порядке без гарантии от других государств. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с речью по теме ядерного сдерживания в военной школе в Париже. По словам Макрона, одностороннее разоружение обнажит Францию и ее партнеров перед угрозой силового давления и шантажа. Напомним, после Брексита Франция осталась единственной ядерной державой в Евросоюзе. Макрон выступил за принятие бюджета в размере около 37 миллиардов евро для модернизации ядерного потенциала страны. Сирийские правительственные войска заняли ключевой город Саракиб в восточной части Идлиба. Там сходятся две стратегически важные автомагистрали. Одна связывает столицу с Алеппо, другая идет с прибрежной Латакии. При этом Дамаск обвиняет Турцию в вводе в провинцию дополнительных сил. За последние дни правительственным войскам удалось установить полный контроль над более чем 60 населенными пунктами. Анкара требует вывести солдаты и технику за линию турецких наблюдательных постов, размещенных в провинции согласно договору о дискалации 2018 года до конца февраля. Иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Такой оказалась информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. Всем хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова